Всем привет! Когда мы переехали в эту квартиру, мы просто всю мебель, которая у нас была, взяли с собой в прихожей вот так все, что поместилось, куда поместилось, туда и поставили, повесили, втыкнули. Но это, конечно, был временный вариант, потому что мы хотели обустраивать красивую прихожую, что я вам сейчас и покажу. Самое главное для меня было, во-первых, функциональность, заходить домой с двумя маленькими детьми, а во-вторых, чтобы было симпатично. Так вот, мебель мы уже поставили. Во-первых, мы деревянную вешалку с зеркалом заменили маленькой вешалкой, обычной, потом купили вот такой киевский шкаф. с зеркалом во весь рост, потому что у меня такого не было. Повесили на детском уровне тоже маленькую вешалку, чтобы дети приучались к самостоятельности. И поставили вот такой вот комодик тоже из Икея. Сегодня я хочу его наполнить, чтобы каждая вещь нашла свое постоянное место. Буду там все организовывать, но сначала надо, конечно, прибрать, чтобы было все чисто. Меня недавно спрашивали на канале про Эмму, какие материалы, чем она пользуется, что они в школе изучают. Если вы новенький на канале, меня зовут Оля. У меня две дочки. Мы живем в Камбурге, и моя старшая дочка в этом году пошла в школу. Сейчас они там учатся читать и считать. У них по математике что-то там счет до 20. Хочу ответить на этот вопрос, но сделаю это в конце этого видео. Я там сделаю вставку, я заснимала материалы. То, что она сейчас изучает на уроках. В этом белом шкафу у меня есть место для курток, но это тоже не окончательный вариант. Я еще не уверена, как я там что организую. Самое главное, чтобы все наши вещи, которые нам каждый день нужны зимой, что-то другое будет летом, помещались. Как я уже говорила, чтобы было комфортно возвращаться домой всей семьей. В предыдущей квартире, где мы жили, там было очень маленькое помещение прихожей. Прям очень маленькое. Было тесно. Дети маленькие, беспомощные. Им нужно помочь раздеться, разуться. И я из-за этого всегда нервничала. Еще если с покупками или мусор уносишь, то вообще. Хотела подстелить здесь такую пластиковую подстилочку, но оказалось, что она у меня кончилась. Был рулон, и он выглядел как рулон. Я думала, там много, а развернула, оказалось мало. Возьму просто пока кухонную бумагу, потом со временем заменю. Сейчас лучше, чем ничего, чтобы с обуви мусор, там песочек не попадал прямо на шкаф. Все. В этой квартире, конечно, прихожая попросторнее, поприятнее. Мы сделали лампу туда уже. У нее есть четыре режима света. Очень светлый, темнее, темнее, совсем тусклый свет. Прикольно. Становится уютно, но в то же время здесь светло и радостно зайти. Единственное, что еще декораций никаких нет. Мы все постепенно делаем. И сегодня я этим займусь. Приобрела вот такие вот корзинки пластиковые. Это они сделали, они recycled. И поэтому были очень дешевые. Ну и осознание того, что природе помогаешь, не загрязняешь природу, тоже приятно. Моя задумка такая, что на этом уровне по корзинке получат девчонки, чтобы складывать все свои зимние мелкие вещи, шарфики, шапочки, перчатки. У них по нескольку пар, потому что теряются. Часто потом опять находятся или в стирке, или как. Вот, чтобы все уместилось. До этого я пользовалась обычными картонными, булыжник нашла, картонными коробками из-под обуви, но они не совсем подходящего размера. Они внутри шкафа ерзали. И поэтому вот эти корзинки лучше в длину подходят. Ну и соответственно мне и мужу тоже такие, только этажом выше, раз мы повыше ростом. Все остальные принадлежности. Если у меня тут плащи на случай дождя, полиэтиленовые, маски разных видов, то одни нужны, то другие, не поймешь, все храню. Все это аккуратненько найти, чтобы был окончательный вариант, чтобы уже у каждой вещи было свое место. Это залог порядка, особенно с детишками, особенно с маленькими. Девчонки знают, что когда придешь домой, нужно все свои шапочки, шарфики сложить в каждую свою корзинку. Они это делают, и у мамы уже освобождаются руки. Тут получилось, что некоторые вещи высокие, и выдвижной ящичек не закрывался, нужно было переделать. Но потом я эту зеленую корзинку смогла вниз опустить, ниже, и все вошло. Есть у меня вот такие вот декоративные две детали, ключница и табличка. Я хочу их сегодня повесить на стену. Здесь все по уходу за обувью, там спрей всякий, щеточка, и даже шлемы вошли. Изначально я хотела эти шлемы вешать на стену, на какие-нибудь крючочки. Но поскольку тут в комоде оказалось для них место, я думаю, так даже лучше, меньше визуального шума. Вот такая корзинка у меня есть. Она тут тоже просто после переезда встала. И тут вообще не место, она для террасы, ну или балкона. Вот, я придумала из нее просто сделать временно ключницу, ему туда ключи свои складывали. Но там аккумулируется очень много всяких мелочей, даже монетки, какие-то болтики туда. И это не выход, надо переделывать. У меня обычно вот этим занимается муж, он делает дырки в стене, прям сверлит, потом дюбеля вставляет, потом прикручивает. Но сегодня его нет дома, я решила немножко сократить работу, я не умею сверлить стены. Я попробовала, болтик вкручивается. Я просто в голую стену болтики крутила. Я же не могу ждать, пока он придет с работы. Еще скажет, дюбелей нет, надо ехать покупать или что-нибудь такое. Это на несколько дней затянется. А так я за 5 минут, в принципе, сама прикрутила. Я боялась, что эта вся конструкция свалится или что он будет ругаться на меня. Или, ну, что там дырки останутся. Но пока все хорошо. Все висит, все сделала. Я обожаю эту ключницу в виде кошечек. Я думаю, она всегда будет со мной переезжать, где бы я ни была. И удобно. И вот такая вот у нас симпатичная табличка есть. Но я ее просто вот на такой клеящийся крючочек приклеила повыше. Потому что на комодике все равно какие-то предметы будут стоять. Вот, чтобы все выглядело гармонично. Неопознанные болтики, гаечки и всякие штучки приложила в коробочку поменьше. Это не окончательный вариант, на самом деле. Я не совсем была уверена, что именно будет тут хорошо смотреться, что не очень, в какой композиции. И просто принесла сюда несколько предметов интересных и попробовала поставить по-всякому. В круглые банки у меня одноразовые Эммины маски. Ей сейчас надо в школу все время брать, свеженькие. И поэтому банка стоит с краю, чтобы она легко могла дотянуться. И я просто присматривалась, проверяла разные варианты, где, что, как будет. Будет хорошо смотреться. Поддержите меня, поставив лайк. Это поможет в развитии канала. Я буду вам очень благодарна. В принципе, моя уборка на этом закончена. Вот теперь у нас так все выглядит. Все очень светло. По-моему, даже нарядно, когда все в белом свете. Мой киевский шкаф. В принципе, он был приобретен, чтобы зеркало было во весь рост. Там я еще полочки докуплю. Будем использовать это пространство. Вот эти вот выдвигаются. Потому что в семье иногда кто-то ленится, чтобы далеко нырнуть глубоко в шкаф, что-то достать или положить на место. А так лениться не будет. Мы когда въехали, вот эта дверь, она была очень тугая. Ее было так тяжело держать. Приходил мужик ремонтировать там что-то другое. И он мне отрегулировал там все. Теперь так легко дверь открывается, так хорошо. Но она сама должна захлапываться, и она это делает. На детском уровне вот такая вешалочка. Ну и, соответственно, вот мой симпатичный уголок, мой комодик. Все, как я обустроила, как и хотела. Будут сюда вставать сезонные декорации. Мои кошечки любимые. И вот такая вот у нас симпатичная табличка. Все-таки, наверное, эта банка гармоничнее смотрится вон там. Ну и давайте заглянем, что тут получилось. Мои зимние вещи. Зимние вещи мужа. Все по уходу за обувью. Здесь для детей. Флауринг шлем. Она так обрадовалась этому замку для велосипеда. У нее роллер. Она ей роллер иногда пристегивает. И самое классное, что даже еще остался целый свободный шкафчик. Ну, в смысле, одна выдвижка. Если появятся еще какие-то предметы, то будет их куда положить. Ну, а моя уборка на этом закончилась. Теперь хочу вам показать вот именно материалы. Здесь у нее не только алфавит на этой ламинированной табличке, но и также сочетание букв, как они произносятся, с примерами в виде картинок, что очень важно для немецкого языка, потому что там вот есть особенности. Я бы назвала вот эту тетрадку прописи. Но это не очень популярная вещь в Германии прописи. Но это так, потренироваться немножко, писать буквы. В основном дети занимаются вот по таким книжечкам у нас. Вот это первая тетрадка. Прочитай. И вот когда они буквы изучили, начинают читать. А также сочетание букв. Сделано это в виде тестов. Получается, как играль. Ребенок очень увлекается. Не просто тупо сидеть и читать, а как поиграть, квиц какой-то. Сначала очень легкие слова, короткие слова. Под конец книжки все усложняется. Слова становятся длинные. А вот я так поняла, учитель не особо проверяет эти тетрадки. Это сама мотивация ребенка. Когда он доделал одну книжку, ему потом дадут другую. И вот первые полугодия этим они и занимались. У Эммы сейчас вторая тетрадка. Утенок подрос, уже побольше стал. Начинается со слов подлиннее, посложнее. Ну, а под конец этой книжки уже есть простые предложения. Задания разные, чтобы не наскучило. Где-то нарисовать, где-то соединить линии. Но, в общем-то, всегда надо прочитать, что там стоит. По математике никакой книжки, насколько я понимаю, нет. Им распечатки иногда дают. А именно занятия в школе происходят вот по такой рабочей тетради. Те маленькие книжечки, которые я сейчас показала, это ребенок сам добровольно делает, когда хочет. А вот здесь материал, они проходят. Вот упражнение на букву О. Там в какие-то определенные дни класс проходит определенную букву. И, соответственно, задания к ней. Вот тут уже учительница проверяет эти тетрадки. Вообще домашних заданий нет. Дети могут в любое время свои тетрадки брать домой, чтобы просто показать родителям или там выполнить какие-то задания. Но обязаловки нет. Но когда ребенок видит, что другие уже зашли дальше и получили новую тетрадку, для него это, кстати, тоже отличная мотивация что-нибудь там поделать. Спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.